40 часов в неделю 4 месяца я там работаю И прекрасно совмещал с учёбой в Чауте Я просто приходила туда и училась И сегодня мы будем вам отвечать на вопросы, связанные с работой и подработкой в Чехии В прошлом году я работал в Макдональдсе И я работал в Старбаксе Работа в Макдональдсе в принципе достаточно неплохая, интересная, но очень тяжёлая Очень загружен день В Старбаксе единственное, что можно сказать отрицательного в адрес Старбакс Это то, что нужно стоять на ногах А в целом работа замечательная Единственное, что я работал баристой, и бариста очень много стоит у кассы Здесь очень важна стрессоустойчивость Потому что нужно очень много разговаривать с людьми Очень много взаимодействовать с ними А так, в целом, обе работы достойны Но Старбакс я бы выделил как лучшую Потому что оплата труда и в целом отношение к персоналу Мне показалось там намного лучше В Макдональдсе я зарабатывал, если чистого, и сколько получил действительно, то у меня вышло 70 крон в час А Старбакс в сравнении я получил через месяц около 120 крон в час Я работаю барменом-официантом В общем-то, работа не особо сложная Особенно, если у тебя хорошая память И ты умеешь делать быстро Все вообще действия, которые происходят вокруг тебя Получаю я сейчас 110 крон в час Плюс чаевые, которые оставляют очень добрые и милые люди Сложность работы, в общем-то, в том, что тебе нужно действительно все очень быстро делать И для этого нужно очень быстро думать То есть тебе нужно правильно понимать, в какой последовательности что тебе нужно приготовить Когда тебе куда что нужно унести И вот, но это, наверное, главная служба Я работал раннером, не был привязан к месту всего за 100 крон в час Мне это не устраивало, потому что мне не нравится работать так Потому что я работал без друзей, и это было маловато Во-вторых, вторая работа – это официантам, раннерам, привязанным уже к месту в ресторане Раннер – это помощник официанта Официант принимает заказ, записывает его, отправляет на кухню Ну и, в принципе, все Следит, чтобы с залом было все в порядке А я просто выношу с кухни гостям Говорю, пожалуйста, вот ваше блюдо Вот, и забираю в грязные тарелки А, да, и еще, конечно, это было во время языковых курсов Позволяло расписание Дальше, когда уже начал учиться в Чфуте, расписание стало чуть более жестким Но все равно работать еще мог Потом так оказалось, что урезали зарплату И опять вернулся к 100 кронам в час Да, и мне это, конечно же, не понравилось И сейчас я работаю репетитором математики И я за урок беру 200 крон в час Урок длится 1 час За 2 часа, посчитайте сами В свой первый год в Чехии я работала 2 месяца официантом в Кальянной Называется Smokehouse Коллектив там был замечательный Меня все очень устраивало Я ушла только за месяц до сессии Так как мне было сложно совмещать на самом деле На втором курсе я работала в парфюмерном магазине Мне очень нравилась эта работа в том, что у нас почти не было клиентов У меня был стол, у меня был компьютер И я просто приходила туда и училась А сейчас я работаю в детской школе робототехники С детками 6-8 лет Что мы делаем? Мы собираем роботов из Лего по специальным программкам Это Виду и Майндстормс Потом подключаем их к компьютеру И дети могут их программировать То есть они учатся каким-то азам линейного программирования И синтаксису языков программирования Насколько мне известно, всякие кальянные рецепшионисты 110 сейчас минимум То есть если 100 и 90 во всяких группах работа Прага Там высмеивают такую зарплату Во-первых, еще, конечно, зависит от университета, от занятости И кто как умеет совмещать В основном это идет пропорционально свободному времени Чем больше у тебя времени, чем больше ты работаешь, понятно, тем больше зарабатываешь Но в среднем можно, наверное, где-то на тысячи четыре-пять крон в месяц рассчитывать Если брать подработку как бригаду То до 140-150 крон в час Возможно устроиться на более серьезную работу И там можно зарабатывать уже действительно хорошую сумму Обычно это 100 крон в час Это как бы такая стандартная, наверное, ставка Это различные бригады В группе во Вконтакте Ну нет, на самом деле есть, говорю же, есть такие специальные агентства Которые занимаются тем, что помогают студентам найти работу Через друзей, через знакомых То есть я, например, нашла свою работу Потому что у меня там уже работал друг И он просто такой Э, пойдем со мной Я такая, э, пойдем И вот уже четыре месяца я там работаю Ну просто Вконтакте в группу ввести Айцезвинс Достаточно много вакансий Но самый популярный, это, конечно, официантам На стройку можно, конечно, еще устроиться Но я там не знаю Как по мне это уже совсем не комфортно Как работают бригады Есть какое-то агентство К которому ты приходишь Устраиваешься к ним как бы на работу И тебе находят места, где ты можешь работать То есть это может быть, я не знаю Магазин одежды, кафе, еще что-то Ну, Вконтакте И сейчас начала еще искать На Линкедине и Джобстезет Приехав на курсы ПЕЦ Вы также можете трудоустраиваться Работать на любой бригаде Независимо, будь то это Мак, Старбакс Или же вообще магазин одежды И прекрасно совмещается с учебой Один раз меня задержали зарплату Это было в Макдональдсе И я был очень расстроен Потому что у меня было много действительно часов Работы за месяц Мне заряжали буквально пару дней И поэтому я считаю, что в принципе Зарплату всем выплачивают вовремя Мне нет всегда выплачивать зарплату Иногда даже авансы дают Если сильно попросить Нет, вообще все в порядке Я работал в таких местах, в которые Хорошо к этому относятся, добросовестно Ребят, я вам желаю отлично учиться Работать И не забывайте прежде всего О изучении чешского языка Наверное, главный совет Если вы именно подрабатываете То помните о том, что вы подрабатываете и учитесь А не работаете и подучиваетесь Всем пока! Спасибо, что посмотрели Ставьте там лайки, всякие комментарии пишите Обязательно подписывайтесь на этот канал на ютубе Все такое Ну, вы знаете, что там делать Спасибо, что смотрели этот ролик Пока Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok